Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас программа на медицинскую, я бы даже сказал, может быть, глубже, на околомедицинскую тему, потому что говорить мы будем о детях и, прежде всего, об их здоровье, которое, как вы понимаете, очень важно для каждого из нас, но чаще всего наши дети страдают иногда из-за недосмотра родителей, потому что у нас в гостях сегодня заведующий отделением реанимации и анестезиологии Московского областного центра охраны материнства и детства Вячеслав Салаватович Нафиков. Здравствуйте, Вячеслав! Вот скажите мне, пожалуйста, самый простой вопрос. Вы, понятно, что сталкивались с такими случаями, что иногда и рассказывать о них, наверное, не хочется, но это, как правило, все-таки родительская вина. Не усмотрели? Ну, или мы, если мы берем детей, скажем, ну, дети же у нас продолжительный такой возраст, есть маленькие дети, там, грудные дети, есть дети постарше, есть дети там уже такого сложного возраста. Вот все-таки чаще проблемы детей, если мы не берем, ну, такие заболевания, которые уже от организма зависят, а вот именно травмы детские, это от родителей зависит от воспитания и от их недоглядывания, неприглядывания за детьми. Ну, скорее всего, да. С детьми надо общаться, как минимум, и рассказывать, что можно, а что нельзя. Для этого необходимо какое-то количество времени уделять им, а не только после работы приходить, наливать горячую кружку чая. Покормил и все, да. Покормил, посадил возле мультиков, а потом он как-то придет на кухню, потянет за скатерть и опрокинет на себя горячую кружку кофе вечернее. И это тоже будет детские, родительские недоглядывания. Ну, смотрите, мы же все были маленькими. Как правило, очень у многих, когда они немножко подрастают, то папа или мама показывают каким-нибудь кусочком обоев, которые нами изрисованы были когда-то, например. Вот если им не удалось все-таки нас победить в этой борьбе. Или, например, я помню, что я по молодости, кстати, вот сейчас у меня о травмах напомнили, не по молодости, я помню, как это, по малолетству. У нас была такая, значит, стенка, это было очень модно в советское время. Сейчас, да. Нет, стенка такая, дам книги, посуда стояла, и стеклянные такие. Вот я все разбил, потому что ты откроешь, забудешь, и шел прямо. Ну, оно хоть такое стекло, что оно падало мимо меня. Но все пришлось... Четыре разбил, два просто сняли, потому что поняли, что им тоже будет. А как вот, например, ребенку объяснить, чего делать, чего нельзя? На самом деле никак, только примерами. Только примерами, рассказываем, все остальное. Надо большое количество времени уделять для беседы с детьми. Я родителей ни капельки не осуждаю по той простой причине, что я сам родитель. У меня двое детей, и они тоже ведут себя по-разному. И не доглядеть, недоглядки были и у меня. Но как бы все благополучно кончалось, ну, как бы это есть. И невзирая на то, что я большое количество времени уделяли для беседы. И здесь тоже просто разговаривать, и все, есть течение обстоятельств. Они так пострадали родители сами эмоционально. Поэтому угнетать их какими-то наставлениями ни к чему. Но ведь многое можно предусмотреть. Давайте начнем, вот вы и сами дали, да, чашка чая или то, что стоит на столе. На столе может стоять все, что угодно, да, то, что может травмировать ребенка. Значит, просто надо убирать со стола, или если ты ставишь горячую чашку чая, то ты не уходишь, ты должен быть. То есть, казалось бы, кажется, на секунду отошел там, да, или отвлекся, и все. А ребенок же так устроен, он видит, что почему-то за этим, значит, за этой сказке... Он же может еще и не видеть, если он, как говорится, не вырос еще. Он ждет, что так, что-то там такое интересное, ну-ка дайте-ка я посмотрим. Уже в голову не приходит, что это небезопасно, да? Просто недогляд, получается. Ну, они только отвернулись. Ну, сколько такого было, сколько в ваннах тонули, я извиняюсь. Недогляд. Ну, просто только отвернулись. Сколько с пеленальных столов падали новороженные дети. Просто недогляд. Когда увидишь, ну, надо держать, наверное, на груди у ребенка. Из колясок сколько-то, да. Сколько из колясок, тоже недогляд. Они начинают садиться, и никому никак в голову не придет, что ребенок сегодня только первый день сядет. Что он дожил до того момента, когда ему можно сесть. А родители думают, что он сядет завтра или послезавтра. А он их обманул и выпал с коляски. Это банальные вещи, которые бывают. И, получается, поступают они к нам с черепно-мозговыми травмами. Ну, вот давайте, какие самые сейчас, ну, если можно сказать, популярные, не очень слово подходит, распространенные травмы, с которыми к вам приходят. И какой в основном возраст к вам попадает детей? Или несколько таких направлений? Возрасты, они все разные, направления тоже разные. Но, к сожалению, как бы так смешно, может быть, не звучало, но у нас есть определенная сезонность. Сезонность бывает, да. Лето, конечно. Мы не будем, да. Во-первых, лето и зима. Есть ватрушки все эти. Вот до смешного доходят. Катание на ватрушке тяжелая черепно-мозговая травма, уши головного мозга и так далее. Ну, это вот ватрушки, зимние варианты. Зимние варианты. Зимние варианты. А летние варианты – это все новейшие технологии катания. Самокаты, велосипеды. Велосипеды, самокаты. Все, на чем можно ездить. Даже квадроциклы. Родители иногда хотят ребенка порадовать к 12 годам. А он еще не чувствует его. Он нажмет на газ, он встает на дыбы и падает на ребенка. Бывает с благоприятным исходом, бывает не с благоприятным исходом. Бывает с неврологическим дефицитом, бывает все хорошо и с ссадинами отделался. Но это все есть, было и будет, наверное. Ну, с другой стороны, давайте, чтобы сразу не пугать наших, хотя придется все-таки сегодня еще попугать, все мы проходили этапы большого пути. То есть коленки сбиты обязательно, значит, и с велосипеда летали. Ну, я, по крайней мере, точно помню. Но тут есть один такой важный момент, что потом, через много-много лет, ну, предположим, мы себя с пяти лет начинаем так, да, ну, с четырех-пяти лет начинаем что-то помнить, да. А то, что там нас, мы из коляски, может быть, выпадали, мы-то, может, и не узнаем никогда. Все папа с мамой уже и не помнят. И не расскажут. И не расскажут, да. Но в чем самая неприятность всей этой ситуации, что все эти травмы, они же потом могут толкнуться через какое-то время, если, ну, например, те же черепно-мозговые вещи, травмы и так далее, это же может потом аукнуться через сколько-то лет? Ну, смотрю, по тяжести какие. Дело в том, что вот тяжелые черепно-мозговые травмы, которые с выходом с декомпрессионной трепанации черепа какой-то, который в последующем приходится обратно, ну, это часть кости, грубо говоря, не удаляют для того, чтобы мы их полечили спокойно, чтобы не было отека мозга и последующих. Вот. В дальнейшем, действительно, длительный выход. Нет, голова не будет болеть. В этом нет такого. Должен быть выход хороший, должна быть огромная реабилитация, реабилитологи работают, потому что ей будет неврологический какой-то дефицит. То есть дети будут как инсультники, взрослые. Инсультники лежат. Здесь примерно такие же, они лежачие пациенты. Мы с родителями проводим беседу, что им надо начинать с минимума. Все сначала. Согнуть ножку, разогнуть ножку, массаж и все остальное. Выход год-два. Кто-то не выходит из таком же вегетативном состоянии может остаться. Кто-то выходит до полноценного самообслуживающего человека, социализированного общества без какого-то неврологического дефицита. А вот еще такой вопрос. Тут вопрос даже просто как человек, как человек. Но если мы берем даже логику. Сейчас я не привязываюсь ни к творцу, ни к материалистической составляющей. Но раз мы есть, то кто-то же нас все равно испытывает. Мы же иногда падаем на ровном месте в любом возрасте. Все-таки насколько защищен человеческий организм, мы не говорим сейчас о падении с высоты, а вот он идет по дороге, но ногу подвернул, упал, и можно ничего не получить, а можно неожиданно сломать себе все на свете. Насколько человеческий организм сегодня защищен, особенно вот в молодости, от таких вот серьезных травм? Или он ослабил немножко? Самозащита все-таки какая-то работает? Знаете, как вот в спортивных секциях, там же правильно даже учат падать. Или все-таки не предусмотрено, что... Нет, все предусмотрено. Все организм предусмотрено. И даже предусмотрен тот факт у детей, что они постоянно падают. Дети до определенного возраста, у них есть в травматологии есть определенная терминология, как перелом кости по типу зеленой ветки. То есть как мы зеленую ветку ломаем, она не до конца сломает, сколько мы ее, чтобы нам сломать ветку, мы ее так накручиваем. То тут примерно детская кость так же у них ломается по типу зеленой ветки. Она сломалась, трещина есть, чтобы она не разбалтывалась, потому что она будет болеть. Но производится экстренная закрытая репозиция, какая-то металлористик синтез, спицу заводит, туда гипсует и отпускает, через неделю-другую домой отпускает на налечивание. Потом гипс снимает, спицу убирает и заросло без каких-то последствий. Вроде и не было. Вроде и не было. Но перелом есть, костная мозоль наросла, так, чтобы болела. Как у взрослых бывает такое, что она реагирует на погоду. Да, да, да. А у детей такого нет. То есть с точки зрения того, что приятно, если мы не говорим о серьезных каких-то таких, о которых мы сейчас будем говорить, все-таки в организме вот эти падения, удары головой, ну, опять же, в детстве все мы обо что-то бились, невозможно, еще в зависимости от того, у кого сколько мебель в квартире, да, и какой. Но если вернуться все-таки к нашим новым технологиям, тема самокатов сейчас не отпускает нас. И хотя вроде бы уже, я вот тут недавно сам на самокате катался, взял самокат, то он не едет, потому что стоит эта станция почему-то в зоне, в которой он не может двигаться. Ну, тоже непонятная история. То есть начали за ними следить, скорость снижать и так далее. Но, тем не менее, мы все равно знаем, что и вдвоем там, а некоторые пацаны и втроем умудряются на этом самокате. И понятно, что кто-то чего-то нажал, на тормоз нажал и полетел, как ни в чем не бывало. Поступают к вам такие люди. Вот насколько сегодня у вас должность такая, вы готовы к этому? А насколько традиционные травмы и насколько есть все-таки шансы этих людей, которые ломают… Потому что вот мы же знаем, что руку сломал, для каждого это кажется такая трагедия. Ну, вроде как рука потом, как вы сказали, рано или поздно даже у взрослого может срастись и все. Ну, будет немножко там гудеть, но ничего страшного. Голова, если мы не говорим серьезно, тоже вроде как есть вариант, что если удачно ударился, то хорошо. Тем не менее, больше стало таких травм? И есть возможность их как-то… или вы уже вырисовали… полет самоката или когда самокат на кого-то наезжает, у нас тут куча историй. Да. Да нет, только профилактика. Профилактика этой беседы, как вначале мы с вами побеседовали, что полицейские приходят в школу не просто так. Так и здесь надо все-таки проводить какие-то беседы. Должно быть так. Если они что-то дадут, если я хочу на самокате прокатиться с ветерком, и девчонку прокатить. Ну, не знаю, глупо выглядеть, может, для молодежи ездить в шлеме. Но у меня дети ездят в шлеме. То есть это культура, да? Должна быть культура? Я так себя введу, потому что я вижу, я знаю, и стараюсь с ними разговаривать. Дорогу они с телефоном не переходят, в наушниках не ходят по улице. Но вот это самое азы, которое необходимо. Иначе просто тебя не заметят. Останавливается на пешеходном переходе одна машина, другая не останавливается. Конечно. И ты на капоте. А вот скажите, пожалуйста, как вот на примере ваших детей, раз вы так уверенно сказали, что они у вас в шлемах и так далее, а как вам удалось это сделать? Поделитесь опытом. Примерами. К сожалению, примерами. Что, сработало? Ведь мы как обычно думаем? Пристегиваются, они в машине есть пристегнутые. Даже иногда ты едешь на короткое расстояние, они мне делают замечание, что я не пристегнутый. А, даже так? Ну да. То есть вы им показали, что может быть, если нет шлема? Да. Ну, рассказал, что бывает. Не, не показал, я рассказал. Почему не рассказать то, что бывает? Без каких-то красок я что-то пострадал. Пострадал. Не надо рассказать. Сколько у вас примерно на сегодняшний день, ну, давайте так, с дорожным движением, то, что с самокатами, вот вы сказали, переход, ну, или даже в положенном месте, но неправильный переход дороги и так далее. Сколько таких пострадавших в среднем бывает? Какой-то вы ведете учет дорожных таких, околодорожных? Ну, понимаете, вам нужна какая-то, наверное, большая цифра. Не, не, не статистика, мне нужно просто понимание. Те, которые попали в реанимацию с тяжелыми травмами и со всем остальным, травматологические отделения – это одно. Там они попадают, но они до нас не доходят. Мы иногда в приемник спустились, посмотрели, и как бы, не наши. И оставляем их там. А есть те, которые к нам попадают. И таких, да, действительно, за прошлый год порядка 60 – это не ДТП-шек, а тяжелые сочетные травмы. Будь то падение с окон, ДТП, самокаты – это все в кучу. Я просто скажу, потому что мне эта цифра более. А так отдельная статистика не ведется. Около 60 человек с тяжелыми сочетными травмами. Именно обусловлено ДТП, падение, самокаты и так далее. И вот из этих 60 человек, которые, если, ну, опять же, так условно, насколько они возвращаются к нормальной жизни? Или уже из них никто не будет таким, как вы? Нет, будут. Почему? Мы же на это время какое-то тратим усилия. Вот об этом мы поговорим во второй части, о вашей работе. Потому что так все выглядит. Ну, упал и упал, да. А на самом деле работа ведется, потому что мы очень часто сегодня слышим, ну, СМИ, как работают некоторые. Для, да, красного словца – упал, поймал, не упал. Упал с пятого этажа, ну, чудом выжил и так далее. Все это холодит наше, да, понимание. А с другой стороны, к вам же они поступают. Вы должны что-то с ними делать. Вот об этом мы поговорим во второй части. И опять же, обращаем внимание на то, что все это связано с детскими минотравмами. Почему мы пригласили сегодня Вячеслава Салатовича к нам в программу. Так что после паузы продолжим. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях заведующий отделением реанимации и анестезиологии Московского областного центра охраны материнства и детства Вячеслав Салатович Нафиков. Говорим мы о детском летнем травматизме. Мы уже пришли, вернее, узнали с его помощью, что тоже сезонные такие истории. И приятно, что говорим мы откровенно. И вообще, когда врачи говорят то, как есть, это всегда приятно слышать. Почему? Потому что мы понимаем, что проблема существует. Вот об окнах поговорим. Но если самокат, машина, тут симбиоз такой, и это как бы… Не всегда от нас зависит. Да, ну, я прекрасно понимаю. Но вот для меня, например, падение из окна дома, сейчас почему-то очень распространилась эта история. Во-первых, давайте начнем с того… Ну, есть какая-то… Понятно, что если со второго этажа упал, то это одна история, с пятого договоришься… Нет, они все одинаковые. Да? Ну, расскажите, как это происходит? Ну, иногда бывает с пятого этажа, как говорится, в рубашке родился. Но тут многофакторная ситуация. Летит он на москитной сетке, упал он на землю или на траву, ветки ему мешали лететь. То есть был тормозной путь или не был во время падения. И второй вариант, второй этаж, когда ребенок выскакивает, а внизу бетон, он развернуться не успеет, и будет тяжелая черепно-мозговая травма, может даже открытая, может быть даже с летальным исходом. Такое тоже бывает. Поэтому здесь этажность после… Даже 15 этажи, ой, 12 выживали, и вторые этажи не выживали. То есть здесь очень так… Но это уже характерные какие-то вещи? Или все равно каждая травма, выпадение из окна – это отдельность? По-разному, да? По-разному. Иногда бывает голова не пострадала, иногда изолирована голова. Иногда скелетная травма получается, иногда черепно-мозговая. То есть так очень… Ну, давайте мы сейчас… У нас же профилактика главная, да? В данном случае профилактика просто внимания. И предполагаемых событий. Ведь, казалось бы, чего проще? У вас ребенок в доме, даже один ребенок, я уже не говорю, когда их много, а у вас окна распахнуты, да, жарко, да, все хорошо. Но как уберечь себя? Какие тогда должны быть окна, чтобы ребенок не выпал? Если уж мы не можем за ними углядеть. Да, если вспомнить, что было в СССР, какие окна там были, там была форточка, куда ни один ребенок не пролезет. Да, если еще делалось это для того, чтобы вор не проник. Ну, может быть. Да, так. То есть сейчас пластиковые окна, они придают нам какой-то комфорт, освещение и все остальное. И действительно сейчас летняя, ну, пора прошлого года и этого года, вспомнить, какая температура была за окном. Окна открыты, и чаще всего, чтобы комары не залетали, это москитные сетки. Даже если ребенок знает, что в окно нельзя лезть, он не знает, что к москитной сетке нельзя лезть. Он на нее облокачивается, как на закрытое окно. А они только на защелках, и они летят. То есть самый простой способ, если вы ставите москитную сетку, то ее нужно поставить так, чтобы она четко была... Нет, есть специальные москитные сетки, сейчас не назову, как они называются. Они металлические и фиксированы хорошо. Взрослый их может снять, ребенок на него хоть головой бейся, она не снимется. Взрослый. Они снимаются быстро, хорошо. Потом дети некоторые сами окна открывают. Был очень интересный случай, когда родители в магазин ушли, а два ребенка открыли окно и решили к нему пойти. Вытащили какую-то подушку и на подушке прыгнули. На третий этаж без последствий. Они сами открывают. Есть защелки на пластиковые окна, они тоже могут не открывать. То есть ручки для открытия, закрытия и так далее. Все это как бы... То есть это какие-то элементарные вещи, которые можно предусмотреть. Даже тот же, ну вот, то, что мы начинали, чай, или чтобы газ случайно не включил. Ну, ребенок же видит, что там что-то делается. Да, да, да. То есть все повторяется. И, кстати, вот это же забавная тоже история из детства. Это когда тебе говорят, что не надо два пальца вставлять в розетку. Не надо. И обязательно, я уж не знаю, там каждый третий или каждый пятый. Было. Но обязательно надо проверить, что ж такое, что нельзя. И вот, кстати, наверное, вот вы говорите на опыте, дети же очень часто действуют в противоходе. То есть ты говоришь им одно, а они делают другое. Ну, конечно, это все зависит от твоего авторитета там и так далее. Но, тем не менее, попробовать тот же вариант с лампочкой, известной всем, да? Что лампочку, если засунешь в рот, то уже никогда не сможешь вытащить. И до сих пор есть люди, которые пытаются проэкспериментировать. Вот, может быть, тогда как-то, либо тогда полностью за всем следить, да, и водить ребенка за собой, или все время присутствовать рядом с ним. Либо как-то все-таки научиться доверительно с ним разговаривать. Ну, разговаривать все равно надо не упускать это из виду. Но, смотрите, вспоминая о розетках и о лампочках. Сейчас нет, ну, большинство лампочек уже другие. Да, конечно. И розетки сейчас защищенные. Ну, еще есть, можно найти. Можно же найти не только дома розетку, можно же в школе найти розетку, где-то посталась она. Мюзей, евро, такая розетка, куда уже пальцы как бы не проникнут. Вот, так же и к окнам надо отнестись, наверное. И ко многим таким вещам. То есть уже не скатерть с чаем, а просто чай. Вот, вы еще говорили о ваннах и о купании, каких-то таких еще тоже домашних процедурах. То есть родители не углядели, и ребенок утонул. Это такое бывает? Ну, к сожалению, это как такой обезличенный пример. Ничего страшного. Да-да, конечно. Потому что это разоглашение. Да-да-да, обезличенный, безусловно. Обезличенный пример, да, было дело упущено. То ли каша убежала, то ли чайник, не помню, прибегает, а он под водой. И все. И все. И все. Как бы вот так бывает. Пример, вот когда раньше было такое, что в огородах зарывали ванны или бочки с водой, чтобы они были прохладные и все. Да. Обезличенные примеры. Споткнулся, упал, ноги кверху, ребенка не видно, пришли и все. Вот. Это как бы есть. Это то, что мы можем профилактировать, что у меня ванн таких зарытых нету на даче. Ну, я понимаю. А что еще? С чем мы еще сталкивались? Что мы еще такое не обсудили? С чем вот попадает именно летом травматизм? Вот мы сейчас даже, видите, на даче чуть-чуть расширили эту историю. Ну, понятно, какие-то ожоги. Ну, ожоги есть. Ожоги. Ну, как сезон. Игры с огнем. Сезонность наша. Наша сезонность. Майский сезон начинается. Зацеперов сезон начинается. Они еще есть. Зацеперы. Ну, сейчас, кстати, в этом году, по-моему, только один был. Ага. Вот, и то он к нам не попадал, а попадал сразу в отделение туда. Такие, да. И причем, если полистать этот новый, опять-таки, тиктоки или все остальное, там же это все показано. Где купить ручку, которая открывает окно в электричке. И как пробраться. Какие нужны перчатки и так далее, чтобы ездить на крыше. То есть руководство пользует его. Конечно, конечно. Это все есть. И они этим начинают пользоваться, да? Не знаю, почему до сих пор поливают розжиг на костер. Не понимаю. Там все написано. Полейте, подождите, подожгите. Просто поливают. Ну, и так далее. То есть, грубо говоря, все это повторяется из года, год, из века в век. Сколько ты человеку ни говори. И тут уже получается только, у кого больше ума, хватит этого не делать. Но еще вот такой вопрос. У нас же, мы рассматриваем ребенка еще и как гиперактивное существо. Человек, который, ну, например, там всевозможные скейтеры и так далее. Там же тоже, вот смотрю, как они где-нибудь катаются на памятниках. И такие там они кульбиты. Или на вот этих велосипедах специальных. И я иду, мне больно смотреть. Я думаю, боже мой, ну, ты сейчас упадешь, тебя ж потом не соберешь. Такие тоже попадаются к вам, наверное. Вот к вопросу о спорте. Да. Такие реже попадаются. Реже. Они умеют падать. Вы же об этом сами сказали. То есть они умеют падать, группироваться и так далее. Таких меньше всего. Чаще всего это несчастные случаи от неумения обращаться с тем или иным предметом. Вот. И здесь надо просто знакомиться с ним, наверное. Спортсмены гораздо реже попадают. А вот как вы считаете, у нас на сегодняшний день, у нас же есть телевидение, радио, масса всего, мультики у нас есть. Но я чуть ни одного мультика не видел про то, что не надо из окна выпадать. То есть как донести эту информацию? Ну, раз у нас действительно существует такая статистика, может быть, раньше об этом нам не рассказывали, хотя я предполагаю, что и раньше, наверное, могли выпустить из балконов, когда их не застеклили, например, и так далее. Но тем не менее, как это пропагандировать, чтобы, во-первых, для детей, что, наверное, сложнее, а во-вторых, для родителей, что иногда тоже может быть сложнее? Ну, опять-таки, возвращаемся к полицейскому, который был в школе. Наверное, учителя должны взять на себя какую-то долю ответственности в этой ситуации тоже. Воспитатели. Зона информационной безопасности, о, небезопасности, а это тоже предоставление информации по телевизору. Это все есть и будет доноситься до них в полном объеме. Кто услышит, а кто не услышит. В плане мультиков, которые вы говорите, есть мультики. Но их не так много. Ну да, где рассказывается, что во время пожара лифтом пользоваться нельзя, что надо покидать помещение по лестнице и так далее. Есть вот эти вещи по поводу травматизма тоже. У меня дети-то все равно разных возрастов, и то для самого маленького, пятилетнего. Ну, иногда сижу, смотрю и вижу, что это есть. Что появляется. Появляются такие мультики. Хорошо, еще такой вопрос. Вот вы являетесь заведующим делением реанимации и анестезиологии, и такое вот название для всех, слово реанимация, это как что-то такое уже, ну, все. Или почти все, или предвсе. Ну, с точки зрения, конечно, человеческого простого восприятия. О чем я хочу сказать? Чем отличается реанимирование ребенка, анестезиология ребенка от взрослого? Тут же, наверное, тоже есть свои особенности. Или все особенно так же. Вес. 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 Для нас принципиально важный момент. И все расчеты идут по навесу. Потому что вот к нам, когда приходили взрослые, там, до смешного, зин, повесь, там, бутылочку. А у нас немножко по-другому. Мы посчитаем на калькуляторе и повесим столько, сколько нужно. А с техникой, с каплимерами и подсчеты. Более требовательные подходы в зависимости от характера травмы. То есть если это черепно-мозговая травма, это один объем инфузионной терапии. Если это ожоговая травма, это другой объем. Ну, по потерям, потребностям и так далее. Это тяжелый момент подсчета. И так просто не рассказать двух минут. И зачастую бывает проще, когда родители не интересуются методом анестезии. Потому что им очень долго рассказывать, и начинаем только пугать. Ну, правильно. Поэтому мы тоже не будем долго рассказывать о методах. Почему мы сегодня пригласили Вячеслава Салатовича, и программа наша завершается. Просто обратите внимание, что это действительно проблема, с которой человек каждый день, и это он с такой милой профессиональной улыбкой. Даже не представляю, какие он там случаи видел. И опять же, мы не можем обо всем этом рассказать. Но ясно одно, что все просто. Родители должны не только следить за детьми, но постараться их как-то чему-то все-таки обучать, воспитывать. И не забывать, что они несут ответственность. Это ваши дети. Ваши. Правильно я говорю? Да, оставление дома. Замки на окна. Это все должно быть. Четко. Чай, газ, все приборы, свет. Все, до чего ребенок... Печки. Все, до чего вы легко можете добраться. Мне кажется, любой ребенок тоже рано или поздно легко доберется. Поэтому будьте внимательны. Спасибо вам большое. Вячеслав Нафиков, заведующий отделением реанимации и анестезиологии Московского областного центра охраны материнства детства, был в нашей программе. Сегодня гостем. Спасибо вам большое. Программа «Открытый диалог». Виолая Николай Кельменко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова